Зеланд пишет, что воду нужно заряжать на солнце, шимшу хранить в темноте. Как все же правильно? Я бы на солнце воду не ставила, но это не значит, что ее нельзя там зарядить, то есть вынести, чтобы она напиталась солнцем и было все хорошо. Если она у вас так уже на солнце напиталась, что там гнид, дохлые мухи и трупы комаров, то понятно, что вы тут переборщили. А так делайте с водой, что хотите, она не должна цвести, она не должна тухнуть, она не должна разрушаться. А если не умеете определить, что вода тухлая, вкусная, или там плавают трупы каких-нибудь гусениц или птичка пролетела, покакала вашу воду, то, ребят, не надо выносить ее на солнце. Если вы готовы обеспечить воде какой-нибудь там легальный солнечный заряд, накрываете ее там марлей или как-нибудь о воде, заботитесь по-настоящему, то вот, пожалуйста, если она у вас уже стухла на солнце, то такое пить не надо. Поэтому нет каких-то крайностей здесь, либо в темноте, либо на солнце. Где вам нужно в тот момент воду, там храните. Будьте, не будьте фанатиками, будьте разумными людьми, которые пробуют разные методы и разные способы. Похраните в темноте, похраните на солнце, похраните в тени, в полу тени, подвесьте ее под потолок, подставьте под стол. И сами скажите, расскажите мне, вот когда придете в следующий раз на лекцию, что у вас получилось и какой интересный опыт приобрели, интересно будет послушать. У меня лично вода на солнце не стоит, вот стоит в тени. На кухне у меня есть всегда бутылка, где я смешиваю разные виды минеральной воды и воду, которая отстоялась от биосера или биокера, как ее правильно произносить, или какие-то другие виды воды из родника, или из-под крана берут частенько, потому что в Финляндии можно пить воду из-под крана. Но здесь страна маленькая и вода постоянно одна и та же. То есть если ты живешь в каком-то одном регионе, то вода поступает с одного источника, а у них здесь много различных отложений, солей и очень, так скажем, однообразная вода. То есть кто живет в Финляндии, я не рекомендую постоянно пить воду из-под крана, в том регионе, где вы живете. Меняйте воду, потому что можно легко получить какие-нибудь себе на кости меловые отложения. То есть воду меняйте. Это, кстати, всех касается, не только тех, кто в Финляндии поживает. Субтитры создавал DimaTorzok